Стивен Сигал, Вадим Аббрашитов, Эрик Робертс, Жаклин Бесет, Энди Макдавел, Федор Бондарчук Могли принять участие во второй серии GoBasket про Фонбет Суперлигу, но у этой серии есть свои герои. После ничьей в Химках мы прибыли в Владивосток, чтобы продолжить повествование о битве за трофей. В городе весна, солнечно, ярко и гостеприимно. Но это до тех пор, пока вы не претендуете на то, чтобы отнять у Владивостока победу и трофей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Здравствуйте. Как вы знаете, в противостоянии Химки и Динамо уже 2-1. Как думаете, чем закончится четвертый матч серии? Динамо выиграет и сравняет счет серии? Химки все-таки, мы пойдем в Москву снимать пятый матч. Динамо выиграет и сравнивает счет серии. Динамо сполна воспользовалась преимуществом своей площадки в третьем матче и, конечно же, в пору слагать легенды о том, как тяжело противостоять любой команде против местной публики. Химки, безусловно, старались, но в четвертом матче их снова накрыла беспощадная белосиняя волна. А вообще законно так болеть за Динамо? В каком контексте? Вы так нервничаете, я просто наблюдал за вами прошлую игру, вы прыгали просто чуть ли не до потолка. Да и нормально, для чего сюда приходят. А как вы связаны с баскетболом? Вы просто болельщик или, может быть, в прошлом игрок, или сейчас может быть тренер? Просто люблю игровые виды спорта, баскетбол в том числе. Сам играю во дворе. А где еще? Куда еще эмоции выбрасывать? Первые две игры были, мягко сказать, не очень. Но я продолжал верить, команда продолжала верить. Мы верили в друг друга, в систему в первую очередь. В меня верили все ребята и знали, что когда-то это должно случиться. И это случилось. Спасибо команде в первую очередь. А когда ты почувствовал, что вы забрали серию в свои руки? Даже после проигрыша, это была наша игра, мы чувствовали. Просто не сыграли. Можно так сказать, у нас есть биг трио, про которое писали. Я, Богданович и Андрюха. Но мы не шапковалка сыграли. Но потом по очереди, по очереди накатывали. И в итоге мы почувствовали. Мы, знаете, как, когда зверя ранили, а потом добивают. Поэтому мы это все чувствовали, мы это проговаривали. И верили самое главное. Вот, поэтому все. Ты кратая, ты кратая. Спасибо, спасибо большое. А есть ли для вас лично некий символизм в том, что ключевым игроком матча стал именно Аксен? Вы знаете, в жизни же оно как? На первом месте все равно всегда личное, а потом общее. Если ты научился держать баланс между личным и общим, у тебя что-то получается в жизни. Я проживаю свою мечту. Я родился в Владивостоке. Вырос тут. И впервые Владивостокская баскетбольная команда добилась победы в решающем матче на своем паркете. До этого приморские команды побеждали, но это происходило где-то в других городах. И наши люди, наши друзья с детства, знакомые не видели этого вживую. Это уникальное шоу произошло. Уникальное шоу спортивного масштаба. И человеческих характеров, человеческих историй. Что касается Аксенова, это уникальный парень. Когда в детстве он пришел в мой интернат, его никто не хотел брать, ни один тренер. Его мама пришла однажды и сказала, пожалуйста, только не выгоняйте, он старательный. Человек с такими габаритами, с маленькой рукой, он по идее один из миллиона шансов заиграть. И ставить на него было очень рискованно. Я думаю, ни одного, вот сейчас все хотят, но до этого не было ни одного, кто бы поставил на него с такими полномочиями, скажем так. И честно вам скажу, как тренеру, мне не очень нравится его стиль игры. Это рискованный стиль игры. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Всю регулярку ты играл против Динамо и в плей-офф влился в эту команду. Расскажи, что это за опыт? Ой, это невероятный опыт. Я безумно счастлив, что попал в эту команду в конце февраля. За этот короткий очень промежуток ребята мне стали и правда как семья. Я здесь очень много чему научился, получил колоссальный опыт, понял, что такое мужской баскетбол. Ну и, конечно, стал чемпионом. Это очень круто. Эмоции бешеные. Эмоции бешеные. Я вернулся и всем вам показал, как нужно работать. Как нужно собирать полный зал. Где в Химках полный зал? Нет полного зала. Что в Ревде? Нет в Ревде. Владивосток номер один. Мы чемпионы. Я всех благодарю, кто за нас болел, кто нас поддерживает. Мы сделали это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...